Вы знаете, иногда недельная глава Торы, она как какой-то изобилие еды. Вы приходите в ресторан или вы приходите в какое-то место, и стол наполненный вкусными вещами. И вы хотите и то попробовать, и то попробовать, и то попробовать. И вот так же самая недельная глава Торы. Каждая недельная глава, в ней очень много вещей, которые довольно хотелось бы рассказать, но времени порой не хватает, поэтому мы остановимся на чем-то одном. Итак, эта глава, недельная глава Торы называется Ахареймот. Переводится очень просто – «после смерти». Такое название – «после смерти». Левит, 16 глава, 1 стих, 18 глава, 30 стих. Итак, эта глава уникальна тем, что в ней описаны действительно правила Йом-Кипура. В ней описана история о двух козлах. Вы знаете, да, козел отпущения, никто не хочет быть козлом отпущения. Потом есть там запреты на жертвоприношение вне храма, есть заповеди, которые запрещают кровосмешение и различные сексуальные извращения. То есть, но я хочу остановиться вот именно на начале. Вы знаете, самое интересное, что иногда самое вкусное бывает в начале. Итак, Ахареймот – «после смерти». Знаете, как детектив какой-то звучит. «После смерти». Итак, 16 глава, 1 стих. «И говорил Господь Моисею по смерти двух Саароновых, когда они, приступив с чужим огнем перед лицом Господни, умерли». Интересное начало, да? Послушайте, два человека пришли перед лицом Господа и умерли. Умерли. Спасибо. И получается, что же произошло там? Что же там произошло? И после этого Господь дает уже правило, как должно быть емкий пур, как должен первосвященник входить в святые святых, как он должен приносить искупление. Но что-то важное было в этом. «После смерти сынов Надава и Авиуда». Итак, я сделал такое небольшое детективное расследование. Я понял, что мне нужно просто понять, кто же это такие ребята и что же там произошло. Итак, давайте посмотрим, кем были Надав и Авиуд. Итак, это были сыновья Аарона, первенцы. Аарон взял себе жену Елизавету, дочь Аминидава, сестру Наассона, и она родила ему Надава, и Авиуда, и Лизара, и Афарамма. Исход, 6 глава, 23 стих. «Потом, они были избраны Господом в священство. И возьмите к себе Аарона, брата твоего, и сынов с ними от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда и Элизара и Афарамара, сына Аароновых». Третье. «Они были тем, кто послушал слова Моисея после греха Золотого Тельца». Помните, да, Моисей спускается вниз, он видит развращение народа, и он говорит «Те, кто с Господом, все ко мне». И все левиты, и среди них сыновья Аарона пришли к Моисею, и он сказал «Берите мечи и поражайте тех, кто совершил этот грех». И они это исполнили. Итак, следующее. «Они видели Бога и остались живы». Интересный момент. Вы помните, да, что Писание говорит, Бога никто никогда не видел. А вот тут написано, что видели и остались живы. Смотрите. Это исход 24 глава, 1 стих. «И Моисею сказал он, «Взайди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и семьдесят историшин Израилевых, и поклонитесь Господу издали». Теперь 24 глава, 9, 11 стих. «Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и семьдесят историшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное о работе и чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки свои на избранных, подчеркнул, избранных, из сынов Израилевых. Они видели Бога, ели и пили». Ну что мы можем сделать вывод? Вывод простой. Это люди довольно авторитетные. То есть, во-первых, они избраны. Бог избрал их. Они первенцы. Бог избрал их на священство. То есть, то, чего раньше не было. Потом, он их приравнял к семидесяти старейшинам, на которых сошел Дух Святой. То есть, потому что он пригласил Аарона, сына этих двух человек, и семьдесят старейшин. Понимаете, да? И, то есть, ну, на самом деле, я вам хочу сказать, что они видели то, чего не видели мы. Они были теми, кем бы, может быть, кто-то из нас хотел быть. Они были призваны, признаны, они были успешны, они были благословены, благословены Господом. Ну и, простите меня, они видели Господа, ели и пили. Господь их еще и благословил за это. Ну, кто бы из нас не хотел этого? Ну, скажите мне. Ну, я понимаю, что только, наверное, я такой. Да. Что произошло же потом? Они были уничтожены, они сгорели буквально, они были сожжены пламенем. Возникает вопрос. Ну, вообще, я так размышлял, огонь, да? Вот вообще с огнем в Писании связано очень много разных вещей. Огонь – это химическая реакция, да? Ну, символ уюта. Вы сидите в доме, горит камин, уютно. Ну, попробуйте приготовить, кушать не на огне. Ну, сейчас, конечно, есть микроволновые печи, но раньше попробуйте приготовить там мясо, рыбу на чем-нибудь другом. То есть огонь – это что-то хорошее, связанное с хорошим. Потом на лотаре в храме горел огонь. Потом столб огненный защищал евреев, когда они исходили из Египта. Святой Дух почил на апостолах в виде языков огня. Ну, старая земля и небо возгорят в огне, как свиток написано. Сатана будет брошен в Огненное. То есть, ну, вроде бы, с огнем все понятно, что-то хорошее. Но тот же самый огонь, который горел в храме, мог гореть тот же, я имею в виду, не тот же самый, который в храме, но огонь, как химическая реакция, могла гореть и на языческом капище. Понимаете, да? Что же произошло? Они вошли в присутствие Божие с чуждым огнем. Итак, чуждый огонь. Что же такое чуждый огонь? И чуждый огонь – это буквально эш-зара. Ну, как бы, огонь, ну, другой, другой, совсем иной, иной огонь. Итак, ну, есть мнения, конечно, я слышал разные мнения. Одно из мнений, что, ну, эти ребята были пьяные. То есть, они пришли в присутствие Божие пьяные, начали к оделам махать над головой, как положено, туда-сюда. Ну, и Бог посмотрел и говорит, доигрались ребята, сгореть вам. И они сгорели. Ну, возможно, это, ну, вполне возможно. У каждой, знаете, у каждой, как бы, как называется, теории есть свое, ну, свои сторонники. Ну, что же говорит Писание? «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, вложили в него курение и перенесли перед Господа огонь чуждый». Смотрите, «вложили в них огонь и перенесли перед Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел от Господа огонь и сжег их, и умерли они перед лицом Господним». Три раза встречается огонь. Они взяли огонь, положили в кодильницу, этот огонь оказался огнем чужим, и Господь огнем сжег их. Одно и то же слово «огонь». Заметьте. Что дальше? Ну, вообще-то, знаете, много размышлений по этому поводу, много комментариев. Одни говорят, что они были праведники, ну, в основном, ну, как бы, раввинистические раввины, говорят, что они были праведниками, и эта смерть была, как бы, предтечью каких-то великих вещей, потому что без этой смерти не было бы закона о Йом-Кипур. Ну, я считаю, что это просто размышления, как так же самое, что они пришли пьяными. Каждый имеет право на свою теорию. Итак, вы знаете, что наш Бог порядка и устройство? Правильно? А если наш Бог порядка и устройство, то мы кто? Порядочные люди. Ну, простите меня, если Бог порядка, а мы его дети, значит, мы порядочные. А если мы непорядочные, значит, извините, у нас есть какие-то проблемы. Итак, существовал порядок, как должно все было происходить в Скинии. Понимаете, Бог, Он показал Моисею великое, Он показал на небе Скинию, и Он сказал, как она должна выглядеть на земле. То есть, то, что было на небе, стало на земле. Я говорю по Писанию, нет? Но я понял, что на улице дождь, и реакция такая, вяло текущая. Мне говорят, надо говорить быстрее. Хорошо, буду говорить очень быстро. И живее. Хорошо, смотрите. Просто, знаете, я когда размышлял над этой темой, я все время думал. Ну, мы прочитали, пришли ребята, сгорели, ну и хорошо. Но что-то за этим стояло такое важное, которое сейчас может говорить нам о очень серьезных вещах. Я не специально заметил, что вот ребята были очень благословенными. Они имели то, что мечтают многие верующие Нового Завета. Они имели близость к Господам, они имели уважение, они имели почитание в обществе, они имели, как бы скажем, погоны, они имели все. Но что-то произошло, их не стало. Что-то одно, которое уничтожило. Причем, то, что они взяли, тоже их и уничтожило. Тот же огонь. Итак, в Скинии происходили, был порядок, как надо было приносить жертвоприношение. Бог, вы понимаете, установил не только Скинию, Он установил священное действие. Он назвал вот это, и вот это называется священное действие. Вот это служение перед лицом моим. Вот это называется жертва. И если я захочу что-то взять другое, то, что Он сказал, это жертвой уже не будет. Понимаете? И происходит такое, что нечто ценное для нас не является ценным для Бога. И то, что мы считаем, что это самое главное и важное в нашей жизни, Бог говорит, неа, это не то. Итак, священники должны были взять угли с жертвенника Божьего. Надав и Авиуд принесли огонь другого происхождения. Я не знаю, где они его взяли. Может быть, он горел в экостре, может быть, они там, где-нибудь там дома его взяли. Я не знаю. Но написано, что этот огонь оказался чуждым. Итак, таким образом слуги Божьи утверждали другой вид служения перед Господом без жертвы и порядка Божьего. Не придавая значения Слову Бога, сыны Аарона начали утверждать свое понимание вместо Божьей истины. Не желая прийти к Богу через жертву, которая была сжигаема за грехи человека, Надав и Авиуд попытались прийти Господу на основании своей избранности. Помните, я вам говорил, подчеркните это слово. Или своего мнения о своей избранности. Они попытались быть мирилом истины и из-за этого отвергли правду Божью и навлекли на себя осуждение. Послушайте, они видели Бога и остались живы. Ну, теперь они любимчики. Теперь можно делать все, что они хотят. Теперь они вне законов. Теперь они молодцы. Итак, такая же история произошла с царем Озией, царем Иудеи. Его историю можно прочитать в 2 Паралипоминон, 26 глава. Помните, да? Озия был рожден царем, он сделал много хорошего для Израиля, он поставил военные, ну, как бы, поставил военные машины, он там совершал великие дела. Ну, то есть, ходил, написано, он перед лицом Господа хорошо. А потом произошло нечто такое, что изменило полностью. он решил пойти в храм и начать тоже покодить. Ему священники говорят, не делай этого, ты не должен так поступать, это неправильно, Бог тебе не разрешал такое делать. Ну, Озия взял кадила, пошел, помахал и все. Прокаженный. Стал прокаженным. Просто стал прокаженным. Проказа на него сожла. Помните, да? А еще интересная история, когда царь Саул, помните, принес жертву и Самуил говорит, что ж ты делаешь? Что ты делаешь? А он, что ж ты меня не дождался? Он говорит, ну, как же, народ роптал. Он говорит, вот за это ты и лишайся своего царства. Итак, теперь мы переходим к самому сладкому. После смерти что-то произошло в жизни этих людей, что их не стало. Эти благословенные ребята, которых избрал сам Господь. Эти благословенные ребята, которые делали что-то, чего не видели другие. Они видели то, что мечтает видеть каждый из нас, но они просто их не стало. Довольно часто в жизни каждых верующих, вы знаете, я когда думал об этой главе, рассмышлял именно об этом месте, мне немножко стало страшно. Я чисто говорю про себя, я не знаю, я знаю, что здесь благословенные ребята, вы все благословенные. Но мне стало страшно за себя. Потому что иногда в жизни мы допускаем какие-то вольности с Богом. И при этом не думаем, что может произойти что-то страшное. Ну, благодать же. Благодать на благодать. Итак, довольно часто в жизни верующих людей приходит испытание, когда они, видя реальность Бога и его действия через свою жизнь, начинают думать о себе, как об особо избранных служителях, для которых законы не писаны. И если писаны, то мелким почерком, забывая того, кто дал им благодать служить другим людям, они начинают мечтать о себе, а не судя других людей, если их мнение отлично от избранного. Они не соглашаются с другими верующими, считая себя особо понимающими. Ну, конечно, они очень часто одиноки, ведь другие же не принимают их избранных. И это, кстати, ну, если меня не принимают, значит, я избранный. Понимаете? Послушайте, это не игры с Богом. Эти ребята просто решили сделать, они подумали, что если они вот такие хорошие, они будут делать, как они хотят. И все закончилось тем, что они сгорели. И Бог после этого дает правила первосвященникам, как должен происходить Йом-Кипур, как они должны приходить в святые святых, как они должны очищаться. До этого не было этого правила. Но после того, как они совершили этот поступок, Бог просто увидел, что люди такие. И чтобы обезопасить людей от самих себя, от этой гордыни, которая человека просто приводит в такое положение, Он дал им определенные правила. Правила, которые помогли людям оставаться в живых, которые помогли людям быть чистыми перед Богом. Понимаете? Итак, ну, я, конечно, извините, понимаю, что здесь таких нет. И я знаю даже больше, что профилактика, знаете, это уже исцеление половины болезни. Я для себя лично подумал, вот смотрел на себя и думал, «А как я поступаю? А что делаю я? А как я думаю?» Я понял, что надо все-таки как-то каяться, как-то меняться, потому что есть вещи, в которых мы бываем слабы, как люди. И Рэбе Шауль, апостол Павел, вы помните, да, что Рэбе Шауль это апостол Павел, то есть у него было два имени, Шауль и Павел, еврейское имя и римское имя. Он говорил, «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Смотрите, братья, чтобы не было... Это 1 Коринфян 4 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было ни в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Евреям 3 глава, 12 стих. Итак, это начало вот этой главы, знаете, оно как бы готовит нас к дальнейшему принятию этой главы. Мы должны быть очень внимательны к Божьему Слову и следить за собой, верили мы. Послушайте, ведь для Бога важен сам человек и его измененный характер, чем его дар. Дар Бог дает. Ну, извините, на меня, наверное, тоже дождь сегодня действует, поэтому я сегодня не такой, как всегда. Просто действительно, мне это очень-очень... Я размышлял над этим довольно серьезно. Послушайте, иногда, знаете, мы думаем, что имея дар... У меня еще есть 4 минуты, Наташа. Иногда, имея дар, иногда, ну, знаете, когда мы имеем дар, мы думаем, что мы взяли Бога за бороду и теперь Он нам должен. Но для Бога важен наш характер и мы, как люди. А слиться, когда надо, говорила. А Ваалам, у которого был пророческий дар, и чьи пророчества исполнились, умер. Понимаете? Очень важно, что, ну, опять же, еще одна такая плохая... Ну, кого-то это расстроит. Богу не нужно наше служение. Богу не надо наше служение. Это нужно нам. Это нужно нам. Мы должны приближаться через это к Господу. Но мы не можем приближаться к Нему на основании того, как мы хотим. Мы не можем делать так, как нам угодно, как нам нравится или не нравится. А вот я не буду. А вот где это написано? А вот я не хочу. Что такое церковь? Церковь без тен, нормально, все. Но в этой же главе написано, что жертвы вне храма нельзя приносить. Вне храма это не жертва. Вне церкви нет служения. Вне церкви нет спасения. Церковь это Божье тело, община Божья, главой которой Мессия Иешуа. И только благодаря этому, и только в семье мы можем приносить плод. Плод, который угоден Господу. Понимаете? Легче всего взять кадила, выйти за стан, помахать. что потом будет с нами. Это предупреждение для нас. Предупреждение о том, что у Бога есть порядок служения. Что у Бога есть порядок в Царстве Божьем. Бог не играет в игры. Мы можем думать о себе. Мы можем играть в себя. Мы можем представлять, что мы что-то достигли. Мы можем видеть Божьи чудеса в своей жизни. Мы можем быть использованы Богом. Но у Бога есть правила, которые Он никогда не меняет. И это очень важно оставаться детьми Божьими на основании Его условий. И когда мы будем на основании Его условий, мы будем видеть больше, чем видел Надав и Авиут. Так говорил Ишуа. Он говорил, дела, которые я делал, и вы будете делать. И даже больше. И напоследок я хочу вам просто сказать слова апостола Петра. Шимона кефы, тростника, который клонится на ветру, но который стал камнем. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки. Аминь. Поэтому будем служить Господу на основании Его правил. Хорошо? Хорошо? Субтитры создавал DimaTorzok